Ребята, всем привет из Шинчжэня! Я сейчас нахожусь на юге Китая, переехала сюда буквально два месяца назад, и сегодня хочу отправиться на фабрику в Гуанчжоу, не на одну, а аж на две фабрики в Гуанчжоу по производству сумок. Дело в том, что я уже два года продаю сумки из Китая на Валберес, продала где-то уже, наверное, 4 тонны сумок, и еще этой весной я начала продавать сумки оптом, поэтому мне жизненно просто необходимо приехать на эти самые фабрики, с которыми я уже так долго работаю, посмотреть, как проходит процесс изготовления сумок, посмотреть на поставщиков вживую, поговорить с ними, обсудить детали, вот. И я решила, что было бы классно показать мой поход на эти фабрики вам, поделиться тем, как вообще происходит изготовление сумок в Китае, посмотреть на всю эту внутрянку, поэтому, если интересно, устраивайся поудобнее, и приятного просмотра! Ну что, друзья, вот мы уже на севере в Гуанчжоу. Вообще, я хотела сказать, что основная часть фабрик, которые занимаются производством женских сумок, находится на севере Китая, в провинции Хэбэй. Но я также работаю еще с двумя хорошими фабриками на юге, вот здесь. Находятся эти фабрики примерно в двух часах езды от центра города. Сначала мы отправимся на небольшую фабрику, которая в среднем шьет около 60 тысяч сумок в месяц. На фабриках обычно есть вот такие небольшие шоу-румы с образцами сумок, которые фабрика изготовила и может изготовить. Что-то здесь есть из старых коллекций, которые уже не отшиваются, но в основном тут все-таки новые модели. Все сумки на этих фабриках делаются из кожезаменителя, ну просто потому, что это дешевле и спрос на эко-кожу сейчас намного выше. Также есть модели из текстиля, но их тут не так много. Они производят разные сумки, шоперы, толут, кроссбоди, клатчи, но все-таки в основном специализируются на компактных сумочках. Вот, смотрите, тут они продумывают дизайн сумки и строят выкройки. Выглядит, конечно, не очень инстаграмно. Чаще всего, как это происходит, они берут какие-то трендовые модели известных брендов и по ним шьют свои сумки. Они могут полностью копировать дизайн, либо берут этот дизайн за основу и немного его меняют. То есть они берут сумочку No Name и делают ее максимально приближенной по дизайну к брендовой сумочке. Как я уже говорила, они делают сумку из кожзама, и у них огромный выбор разного качества, расцветок и текстур. Они могут изготовить сумки из дешевой эко-кожи, но я это не рекомендую для эконом-сегмента, либо сделать сумку из качественной эко-кожи для среднего и премиум сегментов. Для этого можно купить не только на дизайн-сегментах. Да, не только на дизайн-сегментах. Если нет, то мы должны купить их за несколько дней. Мы должны купить их в дизайн-сегментах. Здесь нужно купить бензин-сегменты. Вообще вариантов очень много, найти можно что угодно здесь. Сама фабрика небольшая, аккуратная, и детали суммы вырезаются не здесь, а на других производствах. Далее эти детали как раз привозят уже сюда, и тут их собирают. То есть здесь создается основа сумки. Дальше пришиваются карманы, ремни и другие детали. Ну и вся фурнитура тоже здесь прикрепляется. Попробуем. Во время сборки сумка может испачкаться, также на ней могут остаться какие-то торчащие нитки. Мне понравилось, что здесь очень тщательная ручная проверка на брак. То есть один человек проверяет все швы, удаляет торчащие нитки, а вот уже другой осматривает сумку на наличие заломов и протеряет пятна, если такие оказались на сумке. Очень классно, что сумку кладется наполнитель. Они это делают, чтобы сумка не теряла форму и не мялась при транспортировке. Упаковывают сумку в обычный пакет с клеевым клапаном. Обратите внимание, что тут нет пыльника. С точки зрения, обычный пыльник всегда есть, если это сумка более-менее хорошего качества. Вот если заказывать самые дешевые сумки, то они обычно идут без пыльника. И вот они готовые лежат. Получается так. Мы готовы, значит, придется. Вторая фабрика, она побольше, но и суеты тут тоже больше. Все выглядит не так аккуратно, как на первой фабрике, но здесь большие объемы. Здесь около 400 тысяч сумок в месяц. Кстати, эта фабрика больше специализируется на больших сумках формата А4. Они здесь шьют более качественные сумки с подкладкой, с карманными и хорошими ремнями. Ну, здесь такая же история. То есть они сшивают уже готовые детали сумок. Детали эти вырезаются на других производствах. Все делается вручную. И в целом понравилось, что по работе они очень гибкие. То есть, если интересна какая-то сумка, но хочется мне что-то поменять. Например, цвет фурнитура. То об этом можно договориться. Также они могут отшить сумки с нуля по лекалам клиента. Если необходимо, можно их брендировать. Знакомьтесь, это Dodo, главный сотрудник фабрики. Что, теперь, как и обещала, покажу и расскажу весь процесс производства сумки с нуля. Все начинается с разработки дизайна и обычно за основу берут трендовые сумки каких-то брендов. Дальше делают чертежи и дорабатывают дизайн. После этого создают выкройку со всеми размерами. Далее выбирают материал и фурнитуру. Это может быть эконом, средний или премиум сегмент. После этого вырезают детали из выбранного материала. Далее детали собирают вместе. И на этом этапе создается основа сумки, в которой пришиваются карманы, ремни и другие детали. После сборки сумки на нее устанавливают ручки, карабины, молнии и другую фурнитуру. После сборки каждая сумка проходит проверку качества. Затем сумки упаковываются и отправляются на склад или в магазин. Вот и все, сумка готова. Спасибо, что посмотрели это видео. Подпишись, чтобы не пропускать интересные видео про Китай. Всем пока!